Здравствуйте! Время новостей на канале Лабытнанского телевидения в студии Карина Щербакова. О самых заметных событиях городского округа расскажут корреспонденты службы новостей. И вначале коротко о темах выпуска. Субсидия за достижения. Лабытнанские школьники получили денежные сертификаты. Шанс проявить себя. Городские активисты прокачивают навыки продвижения своих идей. Масштабный апгрейд. Харпский дом культуры ожидают перемены. Профессию из детского сада. Дошкалята из волшебницы приняли участие в именитом конкурсе. Театр в чемодане. Авторский проект Лабытнансской школьницы. Дружим народами. Конкурс видеороликов для творческих людей. Маленькие игроки большого спорта. Межмуниципальный хоккейный турнир собрал пять детских команд. Некоммерческий сектор поставщиков социальных услуг продолжает пользоваться популярностью у ямальцев. В 2021 году 30 негосударственных организаций и предприниматели оказали бесплатные услуги около 1800 гражданам. Это в два раза больше получателей, чем в 2020 году. За свою работу поставщики получили субсидии от округа. Сегодня на Ямале зарегистрировано 69 негосударственных организаций социального обслуживания. Почти половина из них имеют право на компенсацию за оказанные услуги пожилым, инвалидам и семьям с детьми в 2022 году. Финансовая поддержка региона негосударственных соцподставщиков дает хорошие результаты. За последний год их число выросло на 40%. Увеличилось и количество граждан, которые пользуются услугами предпринимателей. Сегодня в округе ведется активная работа по созданию комфортных условий для предпринимательства, чтобы повысить качество и доступность социальных услуг, а также помочь большему числу нуждающихся. В автономном округе дан старт новой программе поддержки одаренных школьников. Речь идет о детях, которые достигли высоких результатов в олимпиадном движении. Грантовая поддержка в размере 150 тысяч рублей позволит прокачать знания талантливым школьникам в лучших образовательных центрах страны. Всего в конкурсном отборе приняли участие 233 ямальских школьника, и лишь 58 из них стали обладателями сертификата. В числе победителей – илобытнанские ребята. Мне досталась такая великая честь – пожать ваши руки и вручить сертификаты. Дарья Лежнина, Дмитрий Солодкин, Дарья Голубцова и Джамила Акунгурова – знатоки гуманитарных наук. Эти ребята стали лучшими из лучших на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады. Джамила – ученица хардской школы, проявила себя в литературе. Я слышала, что многие не любят читать, но когда я читаю, я, грубо говоря, не вижу слов, я вижу картинки в своей голове. Это как сериал или какой-то фильм. Мне это приносит удовольствие. Это то дело, которое действительно заставляет меня чувствовать себя свободной, счастливой, оказаться в каком-то другом мире. Грантовая поддержка поможет Джамиле насладиться свободой не только в мыслях, но и в реальной жизни. 150 тысяч рублей школьница потратит на обучение в одном из лучших образовательных центров России. В каникулярной школе девушка пройдет интенсивную подготовку к самому серьезному испытанию – Всероссийской олимпиаде. Дарья Голубцова – знаток общества знаний. С выбором образовательной площадки она еще не определилась. Зато определилась в будущей профессии – финансовая аналитика. Такая огромная поддержка от округа очень стимулирует и, соответственно, помогает к достижению цели. Когда они пройдут усиленную интенсивную подготовку в течение лета, они, во-первых, будут иметь успехи в дальнейшем пути своим. То есть на Всероссийской олимпиаде школьников – это раз. Но и самое главное – это же все равно какое-то определенное продвижение вперед и в плане профилизации этих детей. В любом случае они побывают в тех центрах, где, наверное, напитаются какими-то особыми знаниями и, наверное, для себя зарядятся тем особым потенциалом на будущее. Сертификат Яна Алим – средство для получения новых знаний, но прежде всего – оценка интеллектуального труда лабытнанских школьников, которые, кстати, помимо учебы нашли себя в проектной деятельности, творчестве и автомеханике. Будьте инициативны во всем. Оставайтесь в культуре, работайте над новыми проектами. И самое главное, чего бы я хотела вам пожелать, это получить образование в дальнейшем и вернуться молодыми, квалифицированными специалистами в наш родной город или хотя бы в округ. Светлана Киль, Сергей Антропов, программа «Время местное». На Ямале третий год реализуется образовательный проект «Академия гражданских инициатив». Его цель – отобрать перспективные кадры для нужд муниципального образования и числа активной молодежи. В эти дни в городском округе проходит двухдневный семинар, на котором ребят обучают грамотно отстаивать свои инициативы и притворять их в жизнь. Располагающая атмосфера настраивает на открытое общение. С одной стороны, это приглашенный тренер преподавателей Санкт-Петербурга Дмитрий Михайлов, с другой – участники семинара. Они все разные по профессии и возрасту, но их объединяет инициативность и неравнодушие к своему городу или поселку. В течение двух дней их будут учить личной эффективности, ораторскому искусству и коммуникативным навыкам. Моя цель – сделать так, чтобы люди не только, как говорится, знаете, когда общаются с гражданским активистом, видно, что он сердцем очень хочет помочь обществу. Но важно, чтобы он не только мог сердцем это сделать, но он еще мог бы это сделать эффективно с помощью голоса и своего поведения. Инициативу у этих общественников, хоть отбавляй, Евгений Алабушев из Ярселе продвигает экологический проект. Вместе с единомышленниками собирает пластик, перерабатывает его и изготавливает елочные игрушки, цветочные горшки и прочую хозяйственную утварь. Благодаря этому тренингу хочет расширить возможности своего проекта. «Гражданские инициативы – это отличные инструменты для того, чтобы как-то доработать свои проекты, по-новому взглянуть на них, чтобы проработать тему, познакомиться с интересными людьми, в том числе, потому что сюда приезжают известные, интересные активисты». Обучающий тренинг – это не скучная теория, а практическая работа в команде. Молодым людям приходится доказывать, убеждать и приводить аргументы, чтобы их слушателям могли поставить наивысший бал доверия. «Сегодня с нами работает потрясающий спикер, у него есть чему поучиться, очень интересно проходит тренинг. Я впервые на таком тренинге, но я надеюсь, что не в последний раз». Двухдневный обучающий семинар – это своего рода отборочный тур. По его итогам спикера выберут самых активных участников, готовых совершенствовать свои навыки. В апреле в Ноябрьске пройдет финал Академии гражданских инициатив, а борьба за него будет непростая. «Свою инициативность я прекрасно знаю, я везде всегда был сам инициативным, поэтому, скажем так, если выйду, будет замечательно, если не выйду, не расстроюсь, но я более чем уверен, что я выйду». На Ямале Академия гражданских инициатив работает уже третий год. Ее выпускники показывают высокие результаты на практике. Многие из них вошли в состав депутатского корпуса, стали представителями органов власти, а кто-то даже занял кресло в региональной общественной палате. Дарья Саморудова, Николай Снегир, программа «Время местное». В городском округе продолжается реализация регионального проекта «Чистый Ямал». Сегодня в гости в зеленый офис, расположенный в молодежном центре, пришли воспитанники детского сада «Волшебница». Взрослые приготовили для них удивительное путешествие в мир экологии. Они учили их бережному отношению к окружающему миру и правилам поведения в общественных местах. Репортаж Ирины Якобовой. Информацию детям доводили в самой доступной форме. Тематическое занятие началось с демонстрации мультфильма. Разумеется, на экологическую тему, ведь это была встреча в зеленом офисе. Что экология – это наука о доме. Это и не удивительно. На примере героев мультфильмов ребята учились бережному отношению к природе. Детство – это благодатная пора, когда закладывается в мировоззрении человека, подчеркивали взрослые. Я с своей идеей также пришла, и она как раз-таки касается маленьких детей. Идея еще с моего детства. Хотела бы предложить, установить, хочу предложить и предложу, установить урны в виде каких-то животных, птиц, возможно, млекопитающих. К примеру, в моем детстве были урны в виде дельфинов. И родители нас приучали покорми дельфинчика или дай дельфинчику покушать. В детстве это, кажется, ответственная такая миссия. И, конечно, мы приучались так к чистоте, ведь чистота начинается с малого. После увлекательной викторины дети приступили к практике. Им предстояло закрепить правила, которых следует придерживаться в быту и повседневной жизни, чтобы не наносить урон окружающей среде. Это контейнеры. То есть зеленый. Это какой цвет? Синий. Синий. Желтый. И желтый, правильно. Смотрите, сейчас перед вами вот здесь вот листочки. Вы становитесь и ваша задача сейчас рассортировать этот мусор. Пластиковые бутылки, коробки, стаканы, бумажные изделия, изображенные на карточках, дети сортировали в зависимости от типа мусора. Дошкалята говорили, что дома теперь тоже будут так делать, а сюда еще раз обещали вернуться. Мне очень понравилось, подарки понравились, мультики понравились. А еще я узнала, что надо ухаживать за природой, нельзя мусорить. Это не просто природа, это живая природа. Она делает мир намного лучше, красивее, свежее. Она делает мир намного лучше, а если ее загрязнять, то весь мир настанет. Это не мир, а помойка. На мой взгляд, беречь природу – это не бросать мусор на всякие поляны, не рвать цветы, не губить дерево, не бросать мусор в воду. Организаторам акции важно мнение каждого земляка – от воспитанника детского сада до представителя старшего поколения. Зеленые офисы активно работают и в Лабытнанге, и в Харпе. Сегодня здесь проходит мероприятие для школьников. Ребята постарше, да и разговор посерьезней. Сегодня в зеленом офисе, который расположен в Доме детского творчества «Левша», проходила деловая игра, экологическая, так называемая, посвященная работе нашего зеленого офиса, посвященная году экологии, в рамках которой было предложено детям ответить на ряд вопросов, связанных с экологией, решить экологический кроссворд, составить анаграмму. Но самое главное – от ребят ждали предложения. Свой вклад в чистый Ямал должен нести каждый. Ребят, мы все хотим, чтобы вы поучаствовали в сохранении природы Ямала, в улучшении экологической ситуации. Взрослые пообещали ребятам, что каждое предложение будет рассмотрено, каждый голос будет услышан. Инна Якубова, Геннис Садыков, Владимир Николаев, программа «Время местное». Дом культуры поселка Харп получил новое имя. Теперь он называется «Сияние севера». Название культурному центру придумали сами жители, проголосовав на портале «Живем на севере». Новое имя – не единственное, что изменилось в поселковом ДК. Так, в прошлом году была отремонтирована уличная сцена, а внутри появился новый экран с электронными кулисами, который теперь ярко дополняет красоту культурных событий. Сейчас идет ремонт фасада здания. Я думаю, все эти новые события дадут новый толчок для нашего развития, для нашего творческого потенциала. Впереди много идей, замыслов, которые некоторые из них уже начинают реализовываться прямо сейчас. На данный момент идет капитальный ремонт фасада. Я думаю, наш Дом культуры теперь станет самым настоящим притяжением творчества, талантов. Всех, кто любит искусство, будут приходить к нам и сиять своими талантами на нашей сцене. В скором времени у харповчан появится возможность смотреть кино на большом экране. Сейчас ведутся переговоры по поставке оборудования для кинозала. Одновременно с этим готовится проект на проведение капитального ремонта поселкового культурного центра. Создавать лекарственные препараты – дело непростое. Но при грамотном подходе к обучению с ним могут справиться и дошколята. Воспитанники детского сада «Волшебница» приняли участие в конкурсе профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Ребята выполняли непростые задания по фармацевтике, а их работу оценивали эксперты из Лоботнангии Салихарда. Медицинские работники и педагоги. На детском конкурсе все как у взрослых. На участниках белые халаты и очки, а на их рабочих местах – все, что нужно для приготовления лекарственных препаратов. Весы, специальная посуда и инструменты. Ребятам предстояло по рецептам приготовить лекарства для животных. В данном случае ингредиентами были мука, сахар и аскорбиновая кислота. Но вот названия, как и принято в медицинской терминологии, написаны на латинском языке. Все для того, чтобы дети могли погрузиться в профессию фармацевта. Фармацевт должен быть аккуратным, умным и внимательным. Это профессия, которая делает лекарства, например, всяким зверьм, морским свинькам или кроликам, или собакам. Дошкалята выполняли задания аккуратно и максимально точно. Взвешивали, считали и смешивали нужные ингредиенты. Эксперты внимательно следили за работой юных фармацевтов. Правильно ли они высчитали общую массу компонентов, получились ли бумажные капсулы и подписи на лекарственных препаратах. Самое сложное было – это взвешивать и следить за граммами. Организатором чемпионата профессионального мастерства для дошколят выступил Салихардский центр детского творчества «Надежда». Совместно с детским садом «Волшебница» центр планирует развивать такие направления, как baby skills и kid skills. Мы должны детей познакомить с огромным спектром профессий. Мы сейчас запланировали в рамках нашего соглашения и агрономию, и сети фермерства, и медицинские направленности. То есть у нас будут и профессиональные пробы, и мастер-классы, и методические семинары с педагогами. Кроме этого мы будем заниматься и научно-исследовательской деятельностью, то есть различные профориентационные будут у нас проекты. В мире столько интересных профессий, и знакомиться с ними лучше с малых лет. Поэтому дошколята будут пробовать себя в разных направлениях. В следующий раз они примерят на себя профессию агронома. Карина Щербакова, Григорий Волков, программа «Время местное». Что может лежать в чемодане? Вещи, обувь или предметы первой необходимости? А может кукольный театр, как у Екатерины Бережной, ученицы 10 класса городской гимназии? Она реализует авторский проект «Сказки Ямала», который быстро набирает популярность. Первую сказку Хатко уже посмотрели дошколята и младшие школьники. Сегодня в детском саду «Снежинка» состоялась премьера второй кукольной постановки по мотивам ненецкой сказки «Кукушка». Познакомиться с культурой народов Севера легче всего через сказки. Каждую сказку Екатерина старается сделать максимально приближенной к северному фольклору. Ненецкая сказка «Кукушка» не исключение. Кукольный спектакль по ее мотивам сегодня показали старшей группе «Лучики». Я в детстве очень много занималась рукоделием. Я любила рисовать, вышивать, валять из шерсти. И когда мне предоставилась возможность сделать из этого целый проект, я решила не забывать то, чем я раньше занималась, и улучшить свои навыки, и как раз сделать такой масштабный проект. После кукольной премьеры для дошколят устроили квесты на ямальскую тематику. Ключи от ворот Ямала, ямальская рыбалка, по следам мамонта – эти и другие задания стали для ребят старшей группы увлекательным состязанием. О, похоже, понимаешь уже. Как прошло знакомство с ямальским фольклором и что понравилось детсадовцам, расскажем в ближайшем выпуске новостей. Анастасия Шиховцова, Григорий Волков, программа «Время местное». Дружим народами. Город Лабутнанги – часть одного из самых многонациональных регионов России. По официальным данным, на Ямале проживают представители как минимум 50 разных национальностей. Мы живем здесь дружно, ценим свою общую родину и делимся друг с другом своими традициями и обычаями. Вместе мы – большая дружная семья. Расскажи об этом в своем видеоролике или информационном баннере и стань участником конкурса «Дружим народами». Конкурсные работы могут быть представлены в четырех номинациях. «Моя родина» – «Ямала» – коренных малочисленных народах Севера. «Дружим народами» – здесь название говорит само за себя. «Ты равно я» – в этой номинации поговорим о недопустимости дискриминации по национальному или религиозному принципу. И в номинации «Так много общего» рассмотрим работы на тему, что нас объединяет. Мы уже начали прием заявок. Их нужно присылать нам на электронный адрес, который вы сейчас увидите на экране. Если вам что-то непонятно, звоните нам по телефону 2-16-38 или 2-13-77. А дальше будет самое интересное. Абсолютно все участники конкурса смогут прийти к нам на мастер-классы по журналистике. А с победителями поработаем вместе. Вы придумаете ролик и сами сделаете его с участием наших телеоператоров, режиссеров и редакторов. А потом в эфир – все по-настоящему. Поспешите. Вашу заявку мы ждем до 1 апреля. Давайте дружить народами. В Лабытнанге дан старт первенству по хоккею среди детей. В ближайшие дни на ледовой арене «Авангарда» будет жарко. Помериться с силой, опытом и с норовкой на льду приехали хоккеисты из Ярсоли и Мужи – достойные соперники для двух лабытнанских команд. Одна из них – «Полярные волки» – играет вне зачета. Но игра от этого не становится менее интересной. Волки! Волки! В упорную борьбу, пусть и вне зачета, первыми вступили «Полярные волки». Их соперник на сегодня – команда «Северная корона» поселок Мужи. Бороться за победу на равных с остальными участниками турнира этим юным спортсменам не позволил возраст. Кубок будет разыгран между ребятами помладше 2011-2012 годов рождения. Хотя, по мнению их спортивных наставников, главное для юнцов – сами игры. Ведь именно на льду мальчишкам удается проявить мужской характер, свойственный настоящим хоккеистам. Детский хоккей непредсказуемый. Делать ставку на игру не решается даже главный судья. Здесь много чего зависит. Здесь психология ребенка зависит. Это профессионалы уже психологически настроены. Они уже знают, что делать, как делать. Ребенок, он выйдет, он раз растерялся, что-то пошло не так и все. Там не поспал, там переел. Все равно мы же верим в лучшее. Верим в лучшее, конечно. Каждый, кто хочет, кто выходит на лед. Все верят в лучшее. Все стремятся к победе. Победители хоккейного турнира определят по серии игр. Сегодня вечером пройдет встреча между командами «Юность» и «Северная корона». Завтра в борьбу вступят ярсалинские лемминги. На протяжении двух дней малышам придется проявить на льду настоящий азарт и спортивную злость. Поддержим наших ребят. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное». Это был последний сюжет нашего выпуска. Далее вас ждет прогноз погоды. Напомню, что все новости и программы доступны в интернете. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и будьте в курсе событий. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова